За моей спиной BMW M5 и наша задача в ней построить звук. Построить звук в автомобиле с тем нюансом, что автомобиль у нас гоночный. Ну и в общем-то все эти нюансы должны быть учтены и суммарный вес шумоизоляции не должен суммарно превышать 65 килограмм. Именно такую цифру видит для себя владелец, как безопасный для показателей разгона автомобиля. Потому что автомобиль будет доставлять удовольствие ему не только звуком, но еще и своей динамикой. Поэтому погнали, расскажу как мы этого будем добиваться. В европейском автомобиле в целом стоит отметить лишь два нюанса. Лучший вариант в автомобилях формирует установка не по штатным местам аудиосистемы. Но 99% случаев владельцы данных автомобилей не согласны на вмешательство в интерьер. Я их полностью поддерживаю и понимаю. Поэтому все наши старания переходят во второй вариант реализации, когда штатные места остаются задействованы. Когда у нас все оборудование размещается по штатным местам. Компромиссное размещение аудиооборудования штатного и так далее это подседельное мидбасовое звено. Причем само положение размещения мидбасового динамика в этом случае для нас оно в целом достаточно аудиофильно. Здесь не аудиофильно, а именно само акустическое оформление работы данных динамиков. Поэтому в целом все это дорабатывается. Некоторые хитрости используются, применяются. И в целом мидбасовое звено под сидением даже в автомобилях BMW очень даже приличное место им под сидушками. Также нюанс огромный, расположение среднечастотных компонентов, обшивка двери, именно в нюансе его размещения все-таки со смещением к пассажирам, а не вдаль, не к лобовому стеклу, тоже формирует определенный нюанс настройки. Собственно подбор компонентов также с учетом форм-фактора и геометрии автомобиля в этом случае она, будем говорить, индивидуальная. Единственное, которое менее компромиссно звено акустическое расположено в автомобиле, это высокочастотное звено, уголки зеркал плюс-минус, плюс-минус окей, плюс-минус с ними можно работать. Основной нюанс данного автомобиля, наличие на борту Ethernet шины и так далее, это не мост интерфейс не используется. Пришли к эксперименту, так сказать, с Ethernet коннектором, который будет у нас с Ethernet шины снимать аудиотракт. То есть, как это происходит в системах, допустим, американских, там используется аудиоинтерфейс. ПАК-41 в данном случае, вот Tuning Solution, будем использовать аудиоинтерфейс. И здесь стоит отметить для вас, как пользователей, важнейший нюанс. В случае применения данного аудиоинтерфейса, возможности работы радиостанций становятся ограниченными и так далее. В любом случае, как только это устройство заходит в автомобиль, радиостанцию мы можем слушать, пожалуй, только в контексте каких-то аудиокниг и не более того. И так далее, звуковой тракт будет неполноценный. В целом, был огромный опыт по снятию с системы Bowers Wilkins, как системы в данном случае, с которой работаем, сигналы по высокому уровню. Она давала хороший результат, но здесь мы, опять-таки, повторюсь, небольшой эксперимент проводим, насколько нам даст прирост именно Ethernet-шина и нормальный цифровой в итоге аудиотракт. Помним о том, что компоненты должны быть абсолютно проверенные, абсолютно топовые, либо предтоповые. Перед вами на столе всего лишь 6 акустических динамиков. Все они представлены в бренде Morel. Серия топовая для BMW iR. Мидбасовое звено iR-BMW. Среднечастотное звено iR-BMW. Высокочастотное звено iR-BMW. Префикс iR говорит о том, что у нас это серия Reference, но с префиксом Integration. Это топовая линейка акустики, но с нюансом установки по штатным местам. Традиционно катушки у нас увеличенного размера, а по звучанию это все тот же топовый Morel. Адекватнейшая акустика, предназначенная для установки в штатные места. В комплекте с каждой акустикой идет карточка, которая подтверждает израильские корни, ручную сборку и происхождение. И, собственно, это все, что необходимо знать о устанавливаемых нами акустических компонентах. В роли процессорно-усилительной части в данном автомобиле будет использован процессорный усилитель от Helix. Это VA, традиционный, собственно, процессорный усилитель, который в предтоповых вариациях себя раскрывает в условиях компромисса скрещенного устройства процессорового усилителя максимально хорошо. За суббасовую составляющую в автомобиле у нас будет отвечать Герц Милипро 300-й, 12-дюймовый сабвуфер. В оформлении стелс данная головка абсолютно хорошо себя показывает. Тоже это отэщено уже на десятках автомобилей. Очень будет вкусно, жирно, хорошо и быстро. Потому что в усилительной части данного сабвуферного звена у нас выступает запка ST-1000, тоже проверенная моделька, третья реинкарнация знаменитого усилителя, знаменитой серии. В целом по суббасовому диапазону все свои функции в должном качестве, с должной обратной связью выполняет, контролирует и реализовывает. Поэтому, собственно, пойдемте расставим все это по штатным местам. Чуть-чуть перенесем штатные блоки для формирования большего объема под суббасовый динамик в оформлении стелс. И немного переработаем боковую обшивку в багажном отделении для обеспечения вентиляции и охлаждения процессорно-усилительного звена. Погнали к установке! Как видите, первый этап оклейки скотчем завершен. Далее мы это дело обработаем воском, чтобы матрица от скотча отошла без каких-либо проблем. Следующий этап у нас будет выкладка стекломата, пропитка его полиэфирной смолой. Следующий этап у нас уже будет, мы вытащим матрицу, наберем толщину. Следующий этап у нас будет изготовление передней стенки. Натянем ткань к матрице, соединим их, так сказать, переднюю стенку и матрицу. Заложим стекломат, пропитаем также смолой, наберем толщину. И дальнейший этап будет уже шпаклевка, вышкуривание, выведение плоскостей и перетяжка. И так у нас на выдаче BMW M5. Очень дерзкий автомобиль в супер сочном цвете. Теперь автомобиль обзавелся и потрясающей аудиосистемой. Это классическая трехполосная система с полноценным трехполосным фронтом и сабвуферным звеном. Пожалуй, единственным нюансом, отличающим ее от абсолютной классики, является установка динамиков по штатным местам. Безусловно, это отразится на финальном звучании, но настройка в определенной мере это компенсирует. Сейчас автомобиль уезжает от нас на разогрев-прогрев механики динамиков и позже вернется к нам на финальную настройку для деквализации и коррекции аудиотракта и его настройки. Обращайтесь и вы, сделаем ваш автомобиль максимально музыкальным, именно так, как захотите этого вы. Перед вами на экранах четыре ролика. К сожалению, по-прежнему могу показать только два, но скоро заживет рука и покажу все четыре. В них мы рассказываем все то, чем занимаемся в стенах нашего тюнинг-ателье. Наверняка в них вы найдете что-то интересное и новое для себя и захотите реализовать это с нами, с профессионалами тюнинг-ателье в Пэттоне. Не прощаемся, до новых встреч!